Там сам факт того, что ты что-то там понимаешь, какие-то глубины, и ты тратишь на это время. А в этот момент люди и умирают, болеют, и сатана мучает. И сатана говорит, давайте, да-да-да, давайте, идите там, изучайте глубины там. А я пока тут покручу. Понимаете, вот чем суть. Поэтому, друзья, чем проще мы будем поступать, чем проще мы будем вещи видеть, тем мы будем успешнее и революционнее. Аминь. И вообще, все сведено так, что и дети могут понимать это. И дети могут в этом делать. Аминь. И поверьте, друзья, не от того, что ты больше знаешь, ты будешь успешен. От того, насколько ты послушен будешь, мало. Вот что ты будешь успешен. Достаточно простые вещи. И все и будет получаться. Вот знаете, я вам честно скажу, несколько позиций в Евангелии, которые могут и должны делать нас успешными людьми в Боге, эффективными, и служение, чудотворение, исцеление, воскрешение. Первая позиция – это Христос власть. Христос власть. Все. И вторая позиция. Вот уже руки на больного и убедивший исцеление. Все. Все. И не надо нам. Не, 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 ну не может это быть все просто. Ну не может. Надо какие-то тонкости, надо какое-то гиперпомазание. Нет, одного мало. Надо двойное. Я говорю, а какое было у Иисуса помазание? Какое было помазание у Иисуса? Двойное или тройное? Нет. Вообще-то, ну, все помазание. А мы в нем. И я вам скажу, друзья, мы не отнесли какого-то своего помазания. У нас его помазание. Может ли мы быть двойне помазанней, чем Иисус? Можем ли мы быть двойне помазанней, чем Иисус? Нет. Ну, там сказано, что вы и больше сих сотворите. Да. Так вот, скажу вам, это означает, что по количеству больше. Потому что Иисус всего лишь три года ходил. А мы всю жизнь. И когда Иисус говорил эти слова, он даже не представлял, что мы будем всю жизнь хоть что-то делать и одно исцеление иметь. Понимаете? Он так и ожидал, что мы будем ежедневно видеть десятками, сотнями исцелений. И ежедневно. В том, что он ожидал, что где бы мы ни были, где бы мы ни были, куда бы мы ни пошли, Царство Небесное с нами, и мы Ему приносим. Когда Иисус посылал учеников, и Он сказал, заходя в дом, приветствуйте, и говорите, Царство Небесное приблизи. Он говорит, заходя в дом, первое, что делаете, это не проповедуйте. Мы не призваны быть этими дуэлянтами, философами. Давай я тебе кое-что расскажу. А он говорит, я тебе тоже что-то расскажу. У всех есть что рассказать. И не важно при этом, насколько это правда. Но зато у всех есть. Я иногда удивляюсь, когда мне люди неверующие, знаете, они такие знатоки Бога. Я все знаю. Ага. Благодарю Богу. Наконец-то я встретил великого оракула. Ну расскажи мне. И он начинает тебе рассказывать. Все, что он думает. И я говорю, ну да. То, что ты думаешь, это твое воображение всего лишь. Это не значит, что все существует так. Но вопрос в другом. Мы не призваны сражаться с людьми с Павланом. Мы призваны демонстрировать так, что не бедно. Являть его силой. Силой. И поэтому в Луки, в 10 главе, в 9 тисе, написано, заходя в дом, Иисус говорил, когда вы зайдете в дом, вы скажете, мир, мам. Ну то есть мы не с войной, мы пришли с миром. Следующий момент. Находите в них больных и исцеляйте их. Не надо ничего рассказывать. Просто мы хорошие люди. Мы верующие. Здравствуйте. Увидим у вас проблемы. Вы знаете, мы знаем, что Бог может помочь. Наш Бог. Он и ваш Бог. Но вы пока это не понимаете, мы знаем. Давайте попробуем. Ну если да, а если нет, ну, я вам скажу, все равно будет да. Но вы все равно ничего не теряете. За это деньги не берете. Подрывайте. Это же лучше, чем ничего. Правильно? И ты начинаешь молиться за них. И говорит, ну, там не написано, и молитесь за них. Там написано, и исцеляйте. То есть окажите влияние. Приведите силу. Окажите силу по отношению к болению. Окажите давление на эту немощь, на эту болезнь. И гоните ее из человека. Друзья, мы не молимся за больных. Мы и гоняем в духе немощь. Понимаете разница? Нет. Почему? Мы будем понимать, в чем разница. Потому что мы облачены властью. Властью неба. Властью имени Иисуса. Властью детей Божьих. Наследникам Царства Божьих. Как духовные администрации. Нам дана Царства небесная, чтобы мы утверждали его на земле. От нас зависит, друзья, как будет развиваться ход событий. От нас. Вы идете по улице. Вот мы шли по улице. Стоит женщина. Павочка, глухая. Это от нас зависело. Остановиться или пройти мимо. От нас зависело. И мы приняли решение. Остановиться. Почему? Потому что у нас есть что дать. У нас Царства небесная. Как это будет не вас. У нас есть что дать. Царство Божьей разберется с этим. И мы принимали решение. Мы были администраторы выбора. Бог сказал, я хочу. Ну вы сами решайте. Я хочу. Но я не буду вас бить под затыльником. Я не буду вас в наручниках или как ослика привязывать. И ведь и нет. И должен на тебя. Нет. Он выбор. И Бог хочет, чтобы мы любили друг друга. Как выбор. Послушание перед ним. Любили людей. Все очень просто. Стал тебя на месте того человека. Просит меня вытащить. Да не важно. Жить так привело. А прикинь. Если ты на этом месте стоишь. И тебя жизнь привела. И ты думаешь. Кто бы мне подал хоть чуть-чуть. Кто бы мне подал. А мы идем с другой стороны. Что ты просишь. А тут такой. Вау. Что мне сегодня покушать. Вау. Что мне это. Стал себя на месте. Вдруг. Действительно. Если бы я на этом месте. Я бы хотел, чтобы мне подалился. Я бы хотел, чтобы за меня помолили. Но даже если человек не знает, что это реально. Но ты знаешь. Знаете, у меня было такое. Много было случаев. Очень много. Когда я на улице молился. Мне люди говорили. Вы ответ от Господа. Вы мой ответ. Вас Бог пославит. А некоторые говорили. Ты ангел? Да. Да. Реально ангел. Ангел послал мне. Да. И руки целовать лет. Я говорю. Топ-топ-топ. Понимаете? Реально шокированный любой. Почему? Потому что ты выбирай. Большинство всех свидетельств в моей жизни. Было из-за того, что я принимал решение в пользу Царства Божьего. Где? На улице. Я скажу. Я больше видел чудес на улицах, чем тут в помещениях собрали. Больше. Не потому что, а потому что там больных больше, чем тут. Понимаете? Там ты встречаешь каждый день как минимум 10-20 человек. Каждый день. Но ты принимаешь решение. Ты будешь ходить мимо. Либо ты остановишься и проявишься. Аминь. И только интересно. Я думаю. Вау. А если бы я прошел мимо? А если бы я просто прошел мимо? Глава Богу за то, что я остановился. Глава Богу за то, что я проявил смелость и решительность. И произошло чудо. Аминь. Поэтому, друзья, вооружитесь, вооружитесь пониманием воли Бога, Его желания. И я еще раз повторю, что вера Божья, вера Нового Завета, подчеркну, друзья, вера Нового Завета, это неспособность принимать от Бога. Понимаете? Это не как научиться принимать от Бога. Это не так. Ты принял Его Слово. Для чего? Для того, чтобы Его исполнить. Но вера Божья в том, чтобы научиться давать. А мы имеем, что мы должны давать? Что мы имеем? Мы имеем царство. Ребята, царство, небо. Там все есть. И если мы только поймем, и верою поймем, что деньги могут появляться из ниоткуда, для того, чтобы кормить и защищать. Я говорю, реально будет такое появляться, что пыль, то, что появляется, это все не то. Ну, как бы, это хорошо, но ты этим не накормишь людей. Да, это свидетельство, Бог показывает. Есть в этом какой-то смысл, это пророческие вещи. Вау, Бог, я не отрицаю. Если это происходит, чудо как-то. Ну, у меня тоже иногда вот такие вещи происходят. Ну, значит, это подтверждение каких-то, ну, каких-то вещей. Но мы призваны не создавать шоу. Вы понимаете? Мы не призваны устраивать шоу. Какие-то, если херстины, копперфилды. Понимаете? Вон, копперфилд, к примеру, или там, ну, они показывают какие-то фокусы. Их это кажется людям, как это летает он. Как это он перемещается. Вау, чудо, вау. А что это чудо, кого-то накормит? А кого-то спасет. Я вот этот, когда-то фильм смотрел, вот этот, какой-то там, давно, профокусника. И он такие вива, смотрите, а девочка стоит, инвалид, и подходит к нему. Дядя, волшебник, вы такой волшебник. И помогите мне с ногами. У меня ноги вот так, ну, инвалид, ну, на коктейлях. А он такой, ты, девочка, извини, это фокусы. Это иллюзия. Я не волшебник. Поэтому, друзья, вы должны понимать, что наше хритянство, это не то, как ты иными языками там раскручиваешь кислород. Понимаете? Запускаешь ветер. Нет. Хритянство, это когда ты являешься любовью Божией. Любляя Христа. Это тоже надо. Это, тут есть очень много вещей. Это генерация твоего духа. Это, это все правильно. Но дальше должен быть выход. Аминь. Это когда ты разознавался, и пошел исцелять. Бог. Пошел. Я пророческий евангелист. Ты выходишь. Извините. Вам Бог хочет сказать вот такие вещи. Извините, у вас проблема где-то там, там, там. А Бог хочет, чтобы делать тебе. А что? Откуда вы узнали? Вот, а Бог сказал. Я, тут я практикую вещи. В виде. Вот у меня было, к примеру, трежет меня в париквай. А я сижу и думаю, что это там, кручу, и потом стоп. Иисус во мне. Это женщина трежет Иисуса. Который во мне. А если бы это было буквально? Она ему впрашивает. Иисус говорит, как у вас постричу? Прямые височки или косые? Он говорит, давай, пусть бородочка отстанет. А тут как пробурщик? Вот так. И Ирона трежет, он такой. Женщина! Знаете, как для этого, колодца. Женщина! И все, и пошло. И пробуждение начало. И я такой думаю, Бог. Ну, наверное, что-то сказать. Он, конечно, есть. А что? А у него болит плечо. А у него проблемы дома, дочери. А у него там то-то, то-то, сердце болит. И она думает, как то-то, то-то. Ага. Спасибо. Я она по три год и дал денег. Только сначала дал денег, а не до этого. Дал денег, подблагодарил и говорил. Какой вы замечательный мастер. Вот так меня красиво подстригли. Слава Богу за вас. И такой, ой, а у вас что, плечо болит? А она тогда, откуда вы узнали? Он говорит, да мне Бог сказал. Как? Так, говорит, сказал. Болит же плечо. Она говорит, да, много лет. Он говорит, ну, Бог ей. И он говорит людям, и Бог любит людей. Хочет, помог. А у вас еще проблемы там-то, там-то. Откуда вы узнали? Он говорит, да Бог сказал. Ну, если Бог говорит, значит, хочет поменять, помочь. Она, как? Мне надо кричуить? Да не надо. Он здесь уже врач. Все же это я положу руку. Просто положу руку. Иисус, друг, спасибо тебе. За то, что ты с ней рядом, а ты ее, друг. И она такая, как вы это и делаете? Да не я это делаю, это Иисус делаю. И я вам честно скажу. Она напокаивает, приняла Христа. И потом, я оказал, я дал рекомендацию, куда идти, что читать. И я посеял Иисуса в ее сердце. Я не там ее заставляю, ты должна, там, все. Просто вот так вот. Посеял Иисуса в сердце. Я не церковь презентую, ну, как бы общую общину, а Христа. А Бог покажет сердце, куда идти. Может, право славит. Ну, хорошо, будет так. Да, там, конечно, ограниченные качели. Ну, я вам скажу, что даже и там люди спасали. И слава Богу, потому что я честно скажу вам. Ну, ведь мы, друзья, знаете, почему мы здесь, мы находимся в этом обществе? Потому что Бог видит в нас воинов. Бог не видит в нас парафинят. Странно слово. Как это, парафинят. Нет. Бог видит в нас воинов, своих детей. И Бог избрал нам поделиться своим наследством. Иисус избрал нас поделиться своим наследством. Это великое привиление. И кто-то ходит там, просто иконки целует. И слава Богу. На небо идет. Ведь в итоге небеса, это важно. Это только цель нашего христиана. И не важно, и как ты прошел, важно, куда ты идешь. Но Бог избрал нас. Для того, чтобы мы являли его царством для людей. Аминь. Это привилегие. И кто-то ходит, просто ограничивая тем, что он имеет. А Бог избрал нас, чтобы все царство Божие было дано нам. Все богатства этого царства были раскрыты для нас. Аминь. И поэтому, ну, я вам скажу, знаете, друзья, через некоторое время я просто на улице стоял и молился. Вон бабушка, крюченая рукой. Вон, наш клиент. Подскажу, бабушка, так и так, все. Мы говорим, призываем из Суства. И у нее рука ра-ка-растрыгалась. Она все. А я смотрю, подходит женщина какая-то с сумками, знаете, с авоськами. АТБ что-нибудь. Подошла. И стоит. А я, ну, я вадю, смотрю, края маза. Ну, и стоит, знаешь. Ждет. Я думаю, ну, наверное, это тоже хватит. Я подружил, потом поворачиваю. Говорю, вы хотите что-то обновать, просить. Или помолить. Она говорит, а вы меня не помните? А я, ну, честно, нет. Я много говорила, а я в парикмахерстве. Помните, вы когда-то помолились? Ну, темно, у меня так все решилось. А он говорит, ну да, слава богу, а что сейчас? Она говорит, знаете, я только что в больнице. У меня такая неизлечимая болезнь ноги. И она у меня болеть и не прекращает. И врачи не так, что мне делать. Она не знает, что это такое. И я иду, говорит, по улице. И говорю, господи, господи, помоги мне, господи. Пошли там, что вы ехали? Какая встреча? Я говорю, где его найти? Я говорю, телефонный, где его найти? Иду, и когда он, о-о, стоит. Господи, спасибо. Я говорю, да, и чего? Ну, нога. А, нога. Иисус, спасибо. Ну, что, проверяйте. Полтику. Она такая. Ай-я-я-я. Ну, как ты это делаешь? Нет, только ее времени, и врачи ничего не хотят. Все исчезло. Все. Мы потом поехали к ее дому. Мама нележащая начала ходить. И тут, а у нее, это, и вдруг все бабушки-соседки были там. И все покаяли, все исцелили. Все пригнили Христа. Все в Аллилуйя уже петь начали. Понимаете? Просто огни, ты просто реагируешь. Я говорю, ты же везде. Я в самолетах часто езжу. Я когда сожжусь еду, я понимаю, Бог. Это Иисус едет. Вот однажды я лечу в Казахстан через Азербайджан. Лечу. И я, знаете, вот это три места, я по центру. И думаю, ой, господи, чего я не возле окошка? Чего меня зажали? Мужик и женщина такая. Я сижу вот так вот. Ну, буду Библию читать. Открыл, читаю. А потом думаю, ну, а может в этом есть что-то. А если бы Иисус сидел, что бы он делал? Он бы посмотрел бы налево и направо. И что бы что-то сказал бы. Значит, у меня есть что-то сказать. Он же шло мне. Я говорю, а поди, что мне сказать этим людям? Что у них там? Может болеть что-то? Он говорит, да, у этого мужика колено очень сильно больное. А у этой женщины сердце. И там бесы. А я такой сижу. Ага. И отрыл Библию и читаю дальше. И голод. Что ты делаешь? Читаю Библию, пою слово. Закрыл. И так это тебе есть. Для чего ты меня спрашиваешь? Для чего я тебе дам информацию? А я такой, ну действительно. Я закрыл. Поворачиваешь. Мужчина, извините. А вот случайно колено право не болит. А он такой, знаете, очки так поднял. И такой с адематжанским акцентом. Нет. Я такой, оп. Точно? Он. Ну вообще-то оно больное. Просто оно что, в данный момент и болит. Я не могу понять, как эта боль шла. Я еле поднялся на эту патрату. Зашел, сел. Высел. И перестал болеть. А мне там операцию должны делать? О. И мы начинаем с ним общаться. И все, уже Царство Божие начало работать. И я с ним начал общаться, разговаривать о Иисусе, о Спасонусе, о проявлении силы. Он мне начал тоже рассказывать каких-то там старцев каких-то, бабушек, дедушек там. Там еще, ну знаете, как люди там. И там в своей истории. Потом он сказал, что он мусульманин. И я говорю, да, это поправимо. И в общем, я начинаю за него молиться. И у него жар по колену. Он говорит, вау, у меня в колене что-то двигаться начало. Он такой распрямляет. Вау, что у меня с коленом? У меня оно работает. Как это реально? А потом он говорит, а ты знаешь, у меня еще тут вырезали какой-то шрам. У меня вырезали какой-то орган. Что-то такое тут, что-то. Я говорю, да ладно, это поправим. И все. Я просто в чужом самолете. И так поднял. А всех спасибо. Дай ему этот орган. И он говорит, сынок, он в твоей руке. Я говорю, спасибо. Бум! И у него вдруг вот это бум-бум-бум. Он вшал. Он такой вшал на кресло. И он так трясет его. Что это это? Все смотрят люди. Что происходит? Это женщина. А я говорю, сердце. Она говорю, молюсь за сердца. Она вдруг освобождаться от беса начинает. А там с другой стороны видно их, ну, молодые девушки. Они начинают там, это гипноз, это гипноз. А я говорю, давай проверим. Она говорит, давай. Я говорю, что у тебя, она говорит, у меня ухо не работает. Ну, какое. Я говорю, хорошо, давай проверим. Гипноз это не гипноз. Я говорю, дай руку твою. Вот так знаете, как вот через заистую женщину, через проход. Я руку держу. И ты такой, ты готова? Да, готова. Смотри на мой палец. Я шутка всегда, понимаете. Я потом говорю, ладно, я шучу, ты понял? Она, да, 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 юмор понял. Я говорю, хорошо. Иисус, коснись. Глухое ухо. И тут я чувствую, у меня руку как она сжала. Я смотрю на меня, она такая. Вот так вот обет его освобождает. Ее ухо открывает. И вот эти все толпа принимает Иисуса. Мусульмане. Просто в самолете. Просто я лечу в самолете. Понимаете, друзья? Вот только таких историй. И спускаюсь, мы там летели, этот, Астана, город. Вот когда я тебе последний выхожу, смотрю, передо мной мальчик на коктелях. У него нога как-то вот так вывернута. И он вот как-то вот так. Как-то вот так. Не знаю, что. Они все мусульмане. Вы знаете, Казахстане могут депортировать. Штраф поят. И за христианство. Там запрет на евангелизацию на улице. Там разносят бумажки по городу. И если вы заметили, что вам кто-то проповедует на улице, сообщите на горячую линию. КМБ. Это как КГБ. Религиозное дело. Прилюдят, ласты покрутят и посадят в тюрьму. Ну, на первый раз отштрафуют. На второй раз очень не штрафуют. А на третий раз посадят. А это реальность, в которой живут братья сегодня наши. В Казахстане. Как будто бы демократическая страна. Конечно. Понимаете? Но, слава богу, за них и все-таки они как-то там все равно. В церкви есть, они под наблюдением. Ну, все-таки им дают возможность. Но только вот так. Ну, в России немножко тоже так. Немножко. Немножко. Ну, так, ну, может и больше. Тоже было. И я помню, как в Москве на квартиру полиция ворвалась. Я был в Москве. Мы собрались. Да. Проповедовалась. Да. И я. Ну, забрались люди, молились освобождение. И, естественно, начали люди освобождаться. И полиция ворвалась. А потом дверь не закрыл. Они зашли, стоят и смотрят. И что это у вас тут? А вот тут. А это было как раз в день выборов президента. А там все. Там было на ушах. И вообще. Я говорю, просто. И я там начал там. Ну, у меня документы. Еще украинец. И такой. А то. А то. А регистрация. А то. А то. А то. И ну, все вроде чисто. И он сидит такой. Нет. Мы сейчас в отсек. На участок. Ну, что-то нам не нравится. А на каком основании? Ну, вот там начинают. Ну, денег, в общем, хотели. Да. Ну, вот так вот. И я уже стою. Уже, Господи, что-то надо делать. Ну, реально. Господи. И вдруг одна женщина, сестра, она горячая там. Молодец. Вот. Ну, они из церкви Ивана Комарова. Их такой служитель. Да. Ну, мы дружим там. И как бы Иван Комаров там своим людям. Он говорит, ну, идите там. Он приедет. И разрешил нам присутствовать. Ну, слава Богу. Хороший служитель. Очень молодец. Я у него тоже много очень научился. И она выбегает и кричит. Отставьте его в покое. Этот человек помогает людям. Он молится за больных. И боление считает. А я говорю, тише. Ну, за религиозную деятельность. Вот такой еще иностранцев. Там могут, ну, поделать. Тише. Она говорит, нет. И она не видит меня. И начинает отец. А у вас что, секта? А что, в этой религии у вас? А что-то, а что-то, то-то. И начинает. И я уже такой, пух. И я уже думаю, иду ва-банк. И я говорю, да. Мы верующие люди. И Бог реалит. И Бог совершает чудеса. И Бог делает так. Идет. И они уже стоят такие на меня. Смотрит такой. И что вот? И говорит. И он говорит мне. И что ты? Я, этот человек. И он говорит. Да, да, да. Он такой. И что ты мне скажешь, что у меня? И я говорю, да, скажу. Такой ва-банк. Я говорю, папа, что там у него? И я слышу, спина, какое-то ва-банок, протрузия в сердце и кишечник. Или там что-то там. И я говорю, вот это, то-то, то-то, то-то. Он стоит такой, на своего напарника. Точно. И говорит, и что? Да ничего, сейчас это ищем. Как ищем? Вот так. Иисус, спасибо, отец, спасибо. Это, это ищет, да, это, то-то, то-то, то-то. И вдруг у него жар откидает. Он говорит. И такой, ищем. И такой на меня смотрит. А я напарник говорю, а у тебя ноги болят, а у тебя то-то, говорит. Он такой, нет. И он говорит. Ну все, короче, мы пошли. Там какой-то участковый пришел. Он говорит, вот-вот-вот, давай, учитель, решай с ними. Мы ушли, они испугались. Они упирались, это реально. И кто-то говорит, ну, короче, ладно, идите. Я, что, куда? Ну, я не знаю, куда-нибудь. Сотей, не знаю. Ну, такая мать-я. Ну, противник всегда найдется. Там, там агенты везде. Ну, я не знаю, так получилось. Ну, это мало, вообще. Там, 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 там.